Всем доброго дня! Как и обещал, приготовлю сегодня еще один сливовый пирог. Основа сливы, само собой разумеется, а тесто с добавлением нежирного творога и сливочного масла. Рецепт в принципе не сложный, но пеку я его в первый раз. Начнем. Граммовки я все в рецепте называть не буду, я точный рецепт укажу под видео. Ориентируйтесь, пожалуйста, на него. Я просеял 450 грамм муки с разрыхлителем, он уже здесь. Отправляю просеянную муку в чашку, добавляю творог, сахарный песок, 2 куриных яйца и сливочное масло. Масло я сразу введу. Если вы не хотите сливочное масло, то добавьте растительное, это уже на ваше усмотрение. Я предпочитаю выпекать со сливочным, но мне так вкуснее. Если у вас есть кухонный или кухонный комбайн, можете тесто замесить при помощи его. Я буду делать это вручную. Все, тесто соединилось у меня в единый шар. Ну и теперь я его буду вымешивать примерно 10 минут. По истечению 10 минут у меня получилось вот такое вот мягкое тесто, которое уже не лепит к рукам. Это говорит о том, что тесто у меня готово. Делаю следующее. Тесто на пищевую пленку. Чуть-чуть растительного масла с нейтральным вкусом. И дам ему отдохнуть буквально полчасика. Не в холодильнике, в тепле. Ну а я этим временем пока подготовлю сливы. Сливы буду делать следующим образом. Разрезаю ее пополам, не до конца прорезаю и вынимаю косточку. Сливы я предварительно помыл, они чистые. Я взял вес с косточкой ровно 2 килограмма. Я буду укладывать максимально плотно и посмотрю, сколько сливы у меня вообще поместится. Да, у соседа я своровал не 2 килограмма, а 2,5 на всякий случай. Вдруг не хватит. Все, сливы у меня готовы. Далее, чтобы не бездельничать, приготовлю я штрейзельную крошку. Буду ее готовить в той же миске, в которой я замешивал тесто. Взял муки, которую я просеял, добавляю 60 грамм сахара и пол чайной ложечки без горки корицы. Это не обязательно, но просто слива любит корицу. Вот, они как муж и жена в хорошем браке. Так что решайте сами, добавлять вам ее или нет. И добавляю натертое холодное масло. Здесь 100 грамм. И теперь с любовью, аккуратненько. Сейчас масло начнет теплеть. И соединяться с мукой и с сахаром. Как вы заметили, немцы очень много пирогов пекут со штрейзелем. У них особых тортов таких немного, но вот именно пирогов со штрейзелем достаточно. Все, крошка у меня готова. Я ее пока убираю в холодильник. Тесто после 10-минутного интенсивного массажа и полчасового отдыха готово к дальнейшему применению. Теперь тесто мне нужно будет растянуть или раскатать и переместить в противень. Это можно сделать несколькими способами. Тут вы уже выбирайте для себя сами, какой вам удобнее. Вот смотрите, у меня есть просто резиновый коврик. Ширина его 32, а длина 45 сантиметров. Это как раз размер обычного стандартного противня, который подходит к любой домашней духовке. Свою духовку я уже включил на 180 градусов. Именно при этой температуре, но с конвекцией, я буду выпекать этот пирог. Поговорив со своим напарником, французом, который кондитер, а не повар, который в этих делах разбирается лучше, чем я, он мне подсказал, что сливы нужно укладывать довольно плотно и довольно высоко. Покажу как. Это для того, чтобы избежать вытекания с них сока. И температуру нужно немного повысить. То есть, в том видео, которое я вам показывал последний раз, ссылку я оставил, я выпекал при 160 градусах. Это было, скажем так, для домашней духовки маловато. И поэтому слива у меня потекла, потому что время выпекания у меня составило 1 час и 5 минут. Сегодня же мы, я надеюсь, уложимся в 35, максимум 40 минут. Ну, война фронт покажет. Значит, смотрите, что вы можете сделать. И в качестве примера противень я заранее смазал маслом растительным и уложил пекарскую бумагу. Не пергаментную, именно пекарскую. И она, как бы, видите, она держит, она не скользит. И затем тесто вы можете вот такими вот действиями распределить по всему противню. Пользоваться вы при этом можете растительным маслом смазывать руки или мукой. Это на ваше усмотрение. Ну, а я попробую применить немного другой способ. Посмотрим, насколько он у меня получится. Я воспользуюсь своей силиконовой скалкой. Видите, к ней ничего не пристает. Красота. Так просто проще для меня, проще работать. То есть, размер противня я знаю. Тесто я раскатал. И теперь вы спросите, а как же дальше? А я готов был к этому вопросу. Смажу его немного растительным маслом. Делаю это я по-простому. Просто при помощи моей, ну, почти золотой ручки. И накатываю. Далее противень. Ну, и теперь обратное действие разворачиваю. Готово. Теперь нужно аккуратненько поднять борта. Здесь, если вы, мало ли, растягивали руками, то можно воспользоваться обыкновенной банкой, чтобы более ровно утрамбовать тесто по противню. Ну, и теперь распределяю сливу. Как я уже говорил, мой французский коллега порекомендовал мне ее укладывать высоко. Высоко, это значит почти вот так. Это значит, у меня уйдет максимальное количество сливы для этого пирога. И вам будет проще просто определиться, чтобы вы, не дай бог, не купили меньше сливы. Ну, или как я, своровали у своего соседа в огороде меньше слив. Я шучу. Я был просто сегодня на рынке и купил сразу свежую сливу. Пока рабочая обстановка на работе складывается так, что с субботу-воскресенье я отдыхаю. Или бездельничаю, или отдыхаю. Смотрите, как хотите. Я могу, конечно, дополнительно работать. Ну, зачем? Если меня на данный момент все устраивает, то лишних телодвижений я делать не буду. Так, ну это слишком много текста. Вот так распределяем всю сливу. Ну, что я вам могу сказать? Если следовать рекомендации француза, то мне 2 килограмма слив даже и близко не хватит. Поэтому я уже 2 килограмма распределил. И последующую сливу, благо у меня еще полкило есть, я уже буду укладывать не высоко, а все-таки немного с наклоном. Тогда мне ее как раз тютелька в тютельку хватит. Так что смотрите для себя сами. Если будете укладывать высоко, то на такой пирог запросто может уйти 3 килограмма слив. А у меня ушло 2 с половиной. Идем дальше. 2 столовые ложки сахара для желирования, чтобы на случай выступивший, не интенсивно выступивший сок сливы, он мог сжелировать, чтобы она не потекла. 2 столовые ложки с небольшой горкой, это примерно 30, максимум 32 грамма. Больше не нужно. Ну и далее распределяем штрейзельную крошку. Температура 180, с конвекцией, вверх-вниз полчаса. Положение в духовке среднее, то есть не вниз, не вверх, а именно посередине. Так как у меня память девичья, не всегда, но бывает. Полчаса яйцо мне скажет, или по крайней мере пропищит. Ну вот, вот этому красавцу понадобилось всего 25 минут, чтобы он приготовился с конвекцией при температуре 180. Видите, он уже начал отдавать сок, и я его уже достал. Так, ну то, что тесто пропеклось, это видно. Вот здесь краешку, могу его поднять. Ну, прекрасно, в принципе, видно. Ну, дам ему остынуть. Это самое сложное теперь, дождаться, пока он остынет, чтобы вкусить и рассказать вам свои ощущения. А так, что не нравится лично мне? Лично мне не нравится вот этот штрейзель, мне не нравится. Именно вот этот рецепт. Штрейзель, который я применяю, как обычно, в своем рецепте, я укажу лучше его. Он более красиво смотрится, он более такой крупный, то есть вот такой. Короче, в рецепте я все под видео, подкорригирую. Ну, а так на вид, в принципе, на запах, на запах превосходно. Ничего не могу сказать. На вид был бы достойный штрейзель, смотрелось бы эффектней. Пирог чуть-чуть подостыл, но я его уже буду нарезать, потому что в гости пришла дочь, буквально ненадолго. И какой же я буду отец, если я ей не отрежу пирога. Ну что, будем стараться разрезать его максимально достойно. Главное, пекарскую бумагу разрезать, а там уже будет легче. Его могу перетащить. Да, если бумага не будет рваться, перетащить его и так. Да, пошел. Пошел. Да, он, конечно, еще очень мягкий, он еще не остыл как следует. Но вы уж меня не обессудьте. Ребенок ждать не может. Кем бы взрослым он не был, для родителей ребенок остается ребенком. Так, есть контакт. Ну, вот сейчас сразу и дитю, и жене дам на пробу. Они мне расскажут, каков он на вкус. Так, ну им, наверное, без корочки все-таки, да? Им без корочки, с корочкой съест отец. А им все лучшее. Вот так. В разрезе смотрится вот так. Пойду отнесу, да попробую сам. Так, ну и буквально маленький кусочек для меня. Мне так его только слегонца заценить, потому что я еще не обедал. Так, это низ пирога. Как вы видите, он пропечен. Пирог пропекся хорошо. Я даже удивлен. Честно говоря, 25 минут. Но на самом деле, хорош. Вы знаете, что мне нравится? Что он с хорошей кистинкой. Он в меру сладкий. То есть, от него скулы совершенно не сводят. Скажу так, что тот пирог, который я пек до этого, ссылку на который я оставлю, вот именно этот пирог нравится мне больше. Все, домочадцев даже не буду спрашивать мнение. Пирог хороший, простой, несложный в приготовлении. Рекомендую. Я очень сильно надеюсь, что видео для вас было полезным. Если да, ну напишите хоть пару слов. Да хоть одно слово. Хорошо, плохо, не очень. Мне будет приятно. И помимо этого, если вы не показывали никакой реакции на канале, то я для YouTube, как повар, просто не интересен. Неважно, насколько хорошо я готовлю. Если YouTube движения не видит, я для него никто. А если не будет развития канала, то для меня он тоже станет не интересен. И вы дальнейшие все рецепты будете смотреть, как мне уже писали в комментариях, у бабушек и дедушек, которые по каким-либо причинам делают что-то лучше, чем я. Но я на этом с вами прощаюсь. И до новых видео. Еще один пирог со сливой за мной. Причем в этом году. До новых встреч.